Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Друзья, здравствуйте. Есть одна тема, о которой вы меня просите рассказать. Второй или третий год уже. И тема, которую мы не делали. Потому что, с одной стороны, ну, все вроде известно. А с другой стороны, сейчас вот мы полезли разбирать эти документы, оригиналы которых многие сохранились. И столько вопросов, и столько, в общем, даже и ответов. И они лежат на поверхности. И действительно, история, конечно, магическая, таинственная, страшная. Речь пойдет о группе Дятлова. О группе, которая погибла на перевале Дятлова. Который впоследствии стал называться Перевалом Дятлова. 65 лет назад, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что у нас довольно сильно выросла аудитория. И многие смотрят наш канал, не подписавшись на него. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Нажимайте на колокольчик. Здесь очень много выпусков теперь выходит. Ни один из них вы не пропустите. Мы поехали дальше. Первый вопрос, который меня на самом деле поразил. Который в комментариях смотришь, когда гуглишь эту историю. А зачем эта группа Дятлова вообще пошла в какой-то там снежный поход на лыжах 300 километров? Вообще, кому это было нужно? Ну, давайте, пока мы не перейдем к мистике и загадкам, и с всяким страшилкам про эту историю. Давайте посмотрим историческую канву. 59-й год. Советская молодежь увлечена турпоходами. Люди, которые живут там в Москве, в Питере, они, значит, отъезжают от города на электричках и потом с рюкзаками двигают в походы, разжигают там кострища, играют на гитарах. И, в общем, это целая субкультура, которая будет в Советском Союзе продвигаться и расширяться до 80-х годов. Вот эта походная культура и пикники за городом, они тоже будут потом считаться походами. Ну, например, фильм «Москва слезам не верит», нежно любимый. Ну, и помните, да, что вот они такой миниатюрный поход туда пошли на пикник, шашлыки жарить с гитарами, со всеми, со всем антуражем. Но были профессиональные туристы, которые сплавлялись по рекам на лодках. Люди, которые занимались полупрофессиональным альпинизмом. И вот, в частности, глава группы, Игорь Дятлов, ему на тот момент 23 года, он профессиональный турист. Что это значит? То есть, он член сборной Свердловской области по спортивному туризму. Человек опытный, то есть, он знает, как ходить на лыжах, он знает, как влияют на походные условия климатические изменения, метель, пурга, ураган, как ставить палатку, как разводить костер. Ну, там это целая наука, да, я не буду о ней рассказывать, я ее не знаю, например. А Дятлов ее знал, и, в общем, все группы, все члены группы, которые были с ним, конечно, этой наукой владели. И вот, собственно, это модно, этим увлекается советская молодежь. И Дятлов к своим 23 годам, он в 56 году восходит на Восточный Саян. Это поход в так называемой высшей категории. А в 58 году он в Приполярном Урале. Это тоже высшая категория сложности. Причем, вот, люди, которые вспоминают об этом Приполярном Уральском походе, они вспоминают, что там была проблема с картами, которые не давали военные. Геологи показывали свои карты. И вот у Дятлова в тот момент навыки совершенно фотографической памяти. То есть он ведет группу, он что-то увидел, он увидел карты геологов, он сделал себе пометки, зарисовал, там какую-то часть маршрута их везли на самолете, он сверху изучил этот хребет. То есть отмечают, что он был суперпрофессиональный человек, и в том числе вот одно из качеств он обладал фотографической памятью. И вот в очередной поход он собирает команду. Группа Дятлова должна пройти порядка 300 километров на лыжах, и, собственно, весь этот поход приурочен к 21-му съезду КПСС. Здесь мы тоже должны остановиться подробнее. Ну вот, один из выживших участников похода группы Дятлова, Юрий Юдин, отвечая на вопрос, а почему вы поход свой посвятили 21-му съезду КПСС, он говорит, что нам нужны там были продукты, какие-то копчености, колбасы, тушенку. 59-й год, в общем, ну, извините меня, пожалуйста, страна только что победила в Великой войне. И с экономикой экономика, конечно, поднимается, но все равно тяжеловато, особенно в регионах. И вот, чтобы получить эти вещи, получить эти продукты, надо было приурочить свой поход к чему-то такому замечательному, лучше к съезду партии. И, собственно, мы поэтому вот Дятлов назвал, приурочил этот поход к 21-му съезду. То есть, с одной стороны, я не буду комментировать Юдина, потому что он, конечно, лучше меня знает, как это происходило. Но я от себя добавлю, что вообще в Советском Союзе каждый съезд коммунистической партии, он вызывал такую массовую, как сейчас бы сказали, пиар-историю. То есть, по съезду писали писатели. Я написал какую-нибудь книгу дорогами какими-нибудь там Урала или там дорогами БАМ и посвящаю там такому съезду. Улицы в советских городах назывались именами этого съезда. И, в частности, к 21-му съезду какое-то количество улиц советских городов было переименовано, или вновь появившиеся улицы были названы улица имени 21-го съезда КПСС. Но это канва. А вот, кстати говоря, съезд сам, он был довольно интересный. Ну, что такое 59-й год? Это, в общем, уже Советский Союз Хрущева. И Хрущев на предыдущем съезде развенчал культ личности. И вот в 21-м съезде, который прошел в январе 59-го года, Хрущев делает очень важное заявление. Ну, во-первых, принят 7-летний план экономического развития Советского Союза. Что это значит? Что за следующие 7 лет Советский Союз должен произвести всякой разной продукции такое же количество, как за предыдущие 40 лет. Цифры поражают воображение. Оттуда из этого съезда знаменитая фраза «догнать и перегнать США». И цель была поставлена «догнать и перегнать американскую экономику» к 65-му году. Следующий важный момент Хрущев говорит о том, что надо каким-то образом корректировать, не менять, но корректировать отношения с Соединенными Штатами Америки. Что культурный обмен надо, в общем, поддерживать, приветствовать туристов американских, которые к нам в Советский Союз приезжают, всячески это развивать. Потому что ничего плохого в этом нет. И в частности, когда, отвечая на незаданный ему вопрос, типа вот мы же тут идеологические противники, мы социалистические лагеря, там капиталистические. Хрущев, в частности, говорит на съезде, когда тесный сапог жмет и натирает ногу солдата, то приходится переобуться, а иной раз и сменить сапоги. Не знаю, оттуда ли пошла фраза «переобуться в воздухе», но вот это прямая речь Хрущева, которую я с удивлением обнаружил. Ну и самое главное, что произошло на этом съезде, Хрущев говорит о том, что в Советском Союзе произошла полная и окончательная победа социализма. И дальше страна вступает в период развернутого строительства коммунизма. Вот такой был съезд, вот, собственно говоря, такие на нем были тезисы. Кто владеет информацией, тот владеет всем миром. Цитата Нейтана Ротшильда, основателя банковской династии Ротшильдов, с каждым днем становится все более актуальной. Современный образ жизни предполагает постоянный сбор информации о каждом из нас. От имени до паспортных и банковских данных. И количество ресурсов, на которых может находиться эта информация, практически невозможно контролировать. А значит, всегда есть риск, что при утечке данные могут попасть к мошенникам. Поэтому очень важно позаботиться о безопасности личных данных заранее. Тем более, сегодня для этого есть отличный инструмент. Сервис-защитник от МТС. Сервис обладает широким функционалом. Мониторит утечки данных, определяет источники. Тип слитой информации и степень угрозы. Защитник сообщит вам об изменениях в вашей кредитной истории. О новых заявках на кредит на ваше имя. Или о запросах вашей кредитной истории. Кроме того, сервис даст рекомендации, как наиболее эффективно защитить свои данные и финансы. Помимо прочего, МТС-защитник включает в себя решение по защите от спам-звонков. Он блокирует и обрабатывает подозрительные звонки. Присылает расшифровки разговора с анализом данных. В СМС и в приложении. Поэтому, друзья, чтобы позаботиться о безопасности действительно важной информации, подключайте МТС-защитник уже сегодня. Ссылка ждет вас в описании. Ну и, кстати говоря, тезисы эти будут, не все будут, что называется, забыты. Вот если говорить о расширении культурного обмена, смотрите, что произойдет. В июне 59-го года в Москву приезжает Yves Saint Laurent, который работает тогда в Диоре, привозит с собой модели, делает фотосъемку, которая на Западе широко тиражируется и производит фурор. В июле в Москве американская выставка. Привозит первый раз Pepsi и вообще это знаменательное, легендарное событие. И вот в сентябре 59-го Хрущев, первый раз, первый советский руководитель улетит в Штаты. То есть культурный мост будет построен. Что еще хочется сказать о ситуации, которая вокруг была? Вот, честно говоря, в рамках расширения всех этих культурных мостов спортивный мост будет существовать. И вещь, на которую почему-то никто не обращает внимания, она нам будет важна в истории про перевал Дятлова. В конце февраля, начале марта в Свердловске, ныне город Екатеринбург, должен пройти и пройдет международный турнир, международное соревнование среди женщин по конькобежному спорту. Туда приедут делегаты из разных стран, не только из советского лагеря, да, из Чехословакии, Польши, ГДР. Но приедут и западные немцы приедут, и финны приедут, кто-то приедет еще. Для Свердловска это очень значимая история, и нам она тоже будет важна, потом я поясню, почему. Ну и, наконец, международная обстановка. Чем в 59-м году болеет Советский Союз? Куба! В январе Кубинская революция. Команданты Фидель приходят на Кубу, совершают революцию. 10 января советское правительство признает Кубу и понимает, что вот он, как потом Кубу назовут, советский авианосец у берегов Соединенных Штатов Америки. Потом это, конечно, нас заведет, и на нас, в смысле, с Америкой в Карибский кризис, о котором я рассказывал, посмотрите, если не видели. Но, тем не менее, страна больна Кубой. Фидель Кастро, красивый латиноамериканец, Че Гевара, о котором я тоже рассказывал, это эйфория, они все очень притягательные, модные, крутые, только что скинули капиталистов, вообще супертоп, и вся страна, конечно, слет им лучи поддержки и лайки, как сейчас бы сказали. Еще одно событие, первый космический зонд, как сейчас бы сказали, спутник на Луну был послан в январе. То есть, страна на подъеме, и туризм в этом смысле, это увлечение модных людей. Ну, я не знаю, не буду сейчас проводить примеры из нашей с вами жизни, чем сейчас модно увлекаться молодым людям. Ну, вот, собственно говоря, есть какой-то определенный паттерн эпохи. Вот туризм тогда является несомненным паттерном эпохи. Дятлов собирает группу, и 8 января 59-го года маршрут, который он предлагает, утвержден городской маршрутной комиссией. При Свердловском комитете по физкультуре и спорту. Почему для нас это важно? Потому что многие и во время расследования этого дела, и потом через 30 лет будут говорить, что это самодеятельный поход. Никакого самодеятельного похода не было. Это был поход, посвященный 21-му съезду КПСС, утвержденный соответствующими инстанциями. С чем, с чем, а с документами в Советском Союзе было строго. Это вот сейчас принято, человек тебе пишет электронное письмо и говорит, ну и отправьте мне документы на следующие недели или в следующий вторник. В Советском Союзе такого быть не могло никого следующего вторника. Если следующий вторник назывался 16 февраля, то вторник 16 февраля 1959 года. В Советском Союзе относились к этому очень серьезно. И к личным делам относились очень серьезно. И вот к такому сопровождению всевозможных туристических походов, культурных мероприятий, особенно приуроченных к съезду. Потому что потом придет товарищ майор из КГБ СССР и скажет, а почему у вас мужики-то пошли на лыжах? А кто их пустил? А кто согласовал маршрут? А хорошо ли согласовали этот маршрут? А бумажки нет? Как так? Непорядок. Поэтому с документами в Советском Союзе, это, кстати, для меня, как историка-архивиста по образованию, я это подтверждаю. Никого бардака не существовало. То есть, конечно, где-то что-то терялось, кто-то что-то забывал. Но в целом все документы были заполнены. И для архивиста это, конечно, большой подарок. Давайте поговорим о группе. Это молодые ребята и девчонки в возрасте от 21 до 25 лет. То есть, в самом соку. Группа вся известна. Глава группы Игорь Дятлов, ему 23 года. Александр Колеватов, 25 лет. Слободин Рустем, 23 года. Кривонищенко Георгий, 24 года. Зинаида Колмогорова, 22 года. Дорошенко Юрий, 21 год. Дубинина Людмила, 21 год. И еще два человека. На самом деле их три. Третий Юрий Юдин. Он в поход не пойдет, но отправится сначала с походниками. Потом я расскажу, что с ним произойдет. Два человека, которые вызывают внимание. Первый это Александр Золотарев. Он же Семен Золотарев. Он же Гена Золотарев, как выяснится потом. Ему 37 лет. Он самый возрастной и включен в группу в последний момент. И, собственно, к его биографии и к его появлению в турпоходе будут самые большие вопросы. Это первый человек, который привлекает внимание. А второй человек, который лично мое внимание привлек, это Николай Владимирович Тибо Бриньоль. 24 года. Вот читаешь эти материалы, когда исследователи. Позднее еще уже. Почему-то никто не задается вопросом. Тут нет никакой тайны, но это просто интересно. Мы же с вами говорим об истории. И, собственно говоря, что за Тибо Бриньоль? Свердловский. Тибо Бриньоль это французская фамилия. Тибо это французская фамилия, а Бриньоль это место. То есть, географическое. Соединение двух этих вещей родило фамилию Тибо Бриньоль. А на самом деле история семьи удивительная. Основатель династии Франц Тибо Бриньоль. Конечно, он Франсуа, а не Франц. Приехал в Россию из Франции и работал главным машиномехаником дирекции Санкт-Петербургских императорских театров. То есть, на культурном небосклоне пост не последний. Сын его, Иосиф Францевич, он уже занимается городской архитектурой. Вот в частности, его дом сохранился. Он был городовым архитектором Орла. И дальше, соответственно, дед Николай Тибо Бриньоль, он был горным инженером. Отец Владимир Иосифович тоже был инженером. И в частности, он участвовал в создании магнитки. Это уже 20-й век. В 31-м он попадает в тюрьму, как враг народа. Его из тюрьмы выпускают. Здоровье подорвано. В 43-м году он умирает. В 1991-м его посмертно реабилитировали. И вот сын Тибо Бриньоль. Красивый, симпатичный человек. Понятно, что на сколько-то процентов француз. Отсюда такая французская фамилия. И вот эта группа, и плюс 10-й Юрий Юдин, эта группа отправляется в поход. Знали ли вы, что живописец Анри Матисс из-за критики его картины «Танец» был вынужден скрываться в пригороде Парижа? Настолько сильно негодовали окружающие. Современники называли «Танец Матисса» дьявольским и варварским. А сам Матисс утверждал, что стремился к спокойствию. Мировое признание он получил гораздо позже. А по-настоящему поверить в свой талант ему дал возможность известный русский коллекционер Сергей Щукин. Это один из немногих фактов из курса «О чем молчат картины» от онлайн-лектория «Синхронизация». На нем подробно разбирают творчество Пикассо, Дали, Малевича, Рембрандта и еще 16 великих художников. На курсе вы познакомитесь с самыми известными работами и, конечно, начнете лучше разбираться в классическом и современном искусстве. Эти лекции выгодно смотреть по подписке «Синхронизация». Оформляя ее, вы открываете для себя больше сотни курсов по 20 направлениям – искусство, литература, кино, психология, история и софт-скиллз. На курсе «Кино глазами режиссеров» узнаете, почему в фильмах Тарантино много насилия, а у Тарковского все молчат. А на курсе «Литература. Полное погружение» расскажут, что в первых редакциях романа «Мастера Маргарита» не было ни «Мастера, ни Маргариты». Над всеми материалами работает команда методистов «Синхронизация» вместе с лекторами, профессионалами в своем деле. Подписка стоит 36 тысяч рублей, но по промокоду Минаев можно получить годовой доступ к курсам «Синхронизации» всего за 12 600 рублей. А платить подписку можно картой как российского, так и зарубежного банка. Внести сумму сразу или долями по 4 платежа по 3150 рублей. Переходите по ссылке в описании или к QR-коду на экране и оформляйте годовую подписку на синхронизацию прямо сейчас. Ведь это формула для идеального интеллектуального досуга. Давайте быстро пройдемся по общеизвестным фактам, потому что как-то странно их выкинуть из сегодняшнего рассказа. С 23 января на поезде группа отправляется в Серов, на следующий день 24-го вывдель, оттуда, переночевав там, 25-го числа, они на автобусе едут в Веже. И 26-го в 16-30 приезжают в 41-й листой квартал, там ночуют и, собственно говоря, 27-го на лыжах идут в поселок 2-го северного рудника. То есть вот они идут по карте маршрута, вот карта маршрута перед вами, посмотрите, я попрошу режиссера нашего сегодняшнего эфира чуть подольше задержать эту карту на экране, потому что зрители жалуются, что не успевают ничего посмотреть. И вот 28 января уходит Юрий Юдин. У него воспалился седалищный нерв от тряски на грузовиках, на поездах, он понял, что на лыжах он дальше не дойдет. А идти за 16-18 дней надо было 300 километров на лыжах. Это вообще, ну я, честно говоря, не представляю, это сверхлюди какие-то должны быть, чтобы 300 километров пройти на лыжах. Причем понятно, что лыжи не современные, какие-то там легкие, с хорошим кантом, а это деревянные, ну доски-палки, я вообще не знаю, как они на них ходили 300 километров. Но тем не менее, просто говоря о мужестве и силе этих людей, снаряжение советское тоже было не ахти какое-то, не сейчас там непродуваемые куртки, гортекс, термобелье, ничего этого не было. Это же тоже должны очень хорошо понимать, почему там на трупах было по несколько носков, два хлопчат бумажных, один шерстяной. Ну не было никакого термобелья, не производила этого советская легкая промышленность. И палатки были такие, ну вот, совершенно не соотносящиеся с современным. То есть все это, конечно, было дико тяжело. 28-го уходит Юдин, и группа отправляется дальше без него. 28-го января они ночуют на берегу реки Лозьва, 29-го они двигаются по тропе Манси. Важное замечание, это район, где проживают Манси. Манси, понятно, что они подвергались, кого-то насильно крестили в православе, кого-то убеждали. Это долгий-долгий этап, вот как, значит, Российская империя туда пришла, и как народ Манси вливался в эту империю. Но к 1959 году, да и к 2024, остается там и шаманизм, и верование в колдунов, и в священные горы, и обряды, все это есть. Потому что это часть культуры Манси. И тогда это все, естественно, присутствовало. И Манси, естественно, отличные охотники, отличный следопыт, потому что они живут на этой местности, они знают эти снега как свои пять пальцев. И вот этой тропой Манси они двигаются, и 31 января группа Дятлова подходит к горе Халатчахль. И, собственно говоря, дальше они принимают решение. 1 февраля они устраивают лабаз. Что-то такое, это заготовка продуктов, припасов, потом вернутся, забрать их. Дальше по плану у них ночевка, и вот 12 февраля они должны прибыть в поселок Вижай. Там, собственно, отправить радиограмму, и 15 февраля должна наша группа вернуться в Свердловск. Но ничего о судьбе группы с этого дня, с конца января, неизвестно. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Откуда мы знаем, почему с 31 января никаких данных нет? Потому что впоследствии, когда группу найдут, найдут дневник группы. И, собственно, вот вечером 31 января была сделана запись. Спускаемся на юг, в долину Ауспи. Это, видимо, самое снегопадное место. Ветер небольшой, по снегу 2 метра толщиной идем. Усталы, измученные принялись за обустройство ночлега. Дров мало, хилые сырые ели, костер разводили на бревнах. Яму рыть неохота, ужинаем прямо в палатке. Тепло. Трудно представить подобный уют где-то на хребте. При пронзительном вое ветра сотни километров от населенных пунктов. И вот 1 февраля они оборудовали Лабас. И дальше туристы, потому как ведет нас официальная хроника, они пошли ночевать не к реке, а на склон горы Халачахль. Название которых переводится с языка Манси означает «гора мертвецов». И вот здесь важное замечание, потому что есть версия о том, что магические горы, и действительно в верованиях Манси есть магические горы, на которые подниматься нельзя. Там живут духи убитых злых колдунов, которые не могут вырваться с горы, но если люди туда придут, собственно, будет этим людям ужас убьют их. И вообще человек не должен на эти горы заходить, это оскорбляет народ Манси. Вот эта гора мертвецов к священным горам не относилась. По преданию, почему она гора мертвецов? Потому что вот там произошла схватка народа Манси с семью колдунами, и эти колдуны были убиты, и с тех пор духи их живут на этой горе. И, в общем, никакой священной они не являлись, но просто была вот такая гора из мифов и преданий. Давайте вернемся, собственно, из преданий в то, что происходило дальше. 12-го числа должны были участники группы дать телеграмму из поселка Вижай, что они, значит, добрались. Ничего не происходит 12-го числа, но все ждут Свердловский, потому что задержка группы – это дело житейское. Мало чего может случиться в походе. В итоге первую информацию «Связаться с Вижаем» удалось в ночь с 16-го на 17-е февраля. Давайте жирным это подчеркнем. 16-ая, ночь с 16-го на 17-е февраля. Связались с Вижаем, и оттуда получили ответ – группы нет. И тут родственники забили тревогу, потому что, ну как, люди-то пропали. И начинаются поиски. Мы должны понимать с вами, да, что никаких сотовых телефонов у группы нет, никаких раций нет, никакую информацию они передать не могут, никаких GPS-навигаторов и маячков у них не существует в природе. Начинают восстанавливать маршрут. Ну, берут документы, соответственно, из Свердловского комитета физкультуры, плюс сестра Колеватова, Римма, она передает записи, сделанные братом, и по этим записям восстанавливают маршрут. На часах 19-е февраля. Важно. 21-го февраля начинается авиаразведка местности вертолетами, и никаких следов группы найти не удалось. И 22-го числа начинают выдвигаться группы на то, чтобы, в общем, обойти этот квадрат и найти пропавших дятловцев. Групп было несколько. Одна была группа студентов-альпинистов-туристов, собственно, волонтеры, как бы сейчас их назвали. Вторая группа – это курсанты школы сержантов Сев-Урал-Лага, то есть люди, которые потом охранять будут заключенных, которые в данный момент охраняют. И военные – это группа саперов. Это самая интересная группа под руководством подполковника Шестопалова. Это тоже важно. Не Летеха имя никакой руководил, не майор, а целый подполковник. Плюс Манси, охотники. И вообще на Манси первое подозрение пало, что, может, они там группу где-то там и порезались, чтобы что-нибудь у них отобрать. Потом я расскажу об этом фрагменте. Естественно, Манси совершенно не виновата в этом, но вот эти охотники Манси, они, собственно, в поисковую операцию влились, и они первыми указали на след группы. В лесу, сказали, вот группа пошла в том направлении, и 23 февраля именно Манси вышли на лыжный след, и дальше начались поиски. И вот 25-го, по разным данным, 26 февраля, нашли палатку. Вот как она выглядит. Палатка наполовину придавленная снегом. Здесь сразу, давайте первую спекуляцию уберем. Вот на заднем фоне у палатки лыжи торчат. Как-то лавина накрыла палатку, а лыжи стоят. Что это за лавина была? Лыжи из чего? Они из гранита, что ли, сделаны? Лыжи были не дятловцев, лыжи были членов спасательной операции. Они подошли к палатке, воткнули эти лыжи, так они попали на фотографии. То есть здесь никакой фальсификации нет. 27 февраля находят первые тела. Сначала Кривонищенко и Дорошенко, потом Дятлова и Калмогорова. Тела странные. То есть люди, плохо одетые, лежат в снегу. То есть кто-то в кальсонах, кто-то в одном шерстяном носке и одном хлопчатобумажном. Кто-то в валенке на одной ноге, на другой ноге ничего нет. То есть такое впечатление, что люди выбрались из палатки, а палатка действительно порезана, выбежали и убежали в снег. Им явно грозила какая-то опасность. Люди умчались в снег и там замерзли. Пока четыре тела. 28 февраля создается чрезвычайная комиссия, которую возглавляет зампредседатель обл. полкома Павлов и зав. отдела обкома ЦК Ермаш. Почему это важно? Я вам сказал о том, что в эти же даты в Свердловске международный турнир конькобежцы из разных стран, конькобежки приезжают. Естественно, такая история в прессе не появляется. Наиболее часто задаваемый вопрос, а как же вот страна, наверное, ахнула? Страна вообще ничего не знала о группе Дятлова. Они ее знают через 30 лет. Тогда это все быстренько изъяли из местных газет, потому что в городе соревнования. И вообще, что население будоражит? С родственниками поработали, но создали чрезвычайную комиссию по поиску. Здесь есть тоже спекуляции. Вот я в нескольких источниках читал, что там что-то неладное было и государственной важности какая-то была. Неладность, поэтому чрезвычайная комиссия. Если бы не было, значит, какого-то там серьезного государственного интереса, то комиссия была бы обычная. Но на самом деле нет, чрезвычайная комиссия – это обычное название для такого рода комиссий, которые расследуют вот такие вот экстраординарные случаи. 5 марта находят тело Слободина. И дальше поиски прекращаются. Почему они прекращаются? Потому что дальше там лес. И ничего раскапывать невозможно. Там большой двухметровый нас снега. И принято решение ждать весны. Ждать, когда снег подтает. И таким образом продолжить поиски. 9 марта проходят первые похороны тех членов группы Дятла, у которых нашли. В мае поиски возобновляются. И вот 4 мая находят тела Дубининой, Тебобриньоли, Колеватова и Золотарева. Находят их в лесу, у ручья. И здесь важный момент. От того места, где их нашли, до палатки на перевале, с которой группа убегала, полтора километра. Причем тела нашлись с ужасающими повреждениями. Сплюснутый череп. У Дубининой отсутствует язык. И часть гортани. Находят настил. Что такое настил? Это трехметровая, значит, вот такая история. Из лап пихты и одной березы. И еще на некоторых трупах находят одежду, которую они срезали с людей, которые погибли выше по склону. Потому что было холодно, они, значит, надевали чужую одежду. Все трупы в воде ручья. Часть лицевого покрова смыта, потому что вода. Но поражают то, что очень странные травмы у этой группы. И вот здесь давайте сделаем какое-то небольшое отступление. Ну, вот все, что нам известно сейчас о группе Дятлова, выглядит так. Группа Дятлова установила палатку. Девять человек в этой палатке заночевали. Потом случилось что-то. Палатку изнутри разрезали ножами. И все ребята побежали вниз. И укрылись в лесу. И, собственно, там замерзли. Потому что такие ужасные погодные условия. Ну, вот если раскладывать эту вещь, которая меня поразила. Между палаткой и там, где местом, где нашли настил и последние трупы, полтора километра. Ну, давайте так. Я москвич, поэтому я по Москве буду мерить. А вы каждый по своему городу замерьте это расстояние и прикиньте. Значит, что такое полтора километра? Это по прямой хорошей ровной дороге. Приблизительно от станции метро Речной вокзал до станции метро Водный стадион. Ну, или от площади, где стоит памятник Маяковского, до Центрального телеграфа. Вот представьте себе это расстояние. Полтора километра. Вы это пройдете, ну, наверное, минут за 20-25 неторопливым шагом. По прямой, по хорошей ровной дороге. Например, по Регожим майским вечером. А теперь представьте, что такое полтора километра там. Значит, это вниз по склону лес. В лесу метра два сугробы. То есть, метра два снежный покров, в который ты проваливаешься. Идти тебе тяжело. И, собственно, бывалые альпинисты знают, что когда сходит лавина, надо бежать не вот так, чтобы она у тебя за спиной была, а как-то стараться идти вдоль склона. Люди побежали прямо. Не похоже на опытных бывалых туристов-альпинистов. Второй момент, самый важный. Я вам сказал же, что вы эту дорогу пройдете не спеша, пожевывая жвачку или с капучино за 22-25 минут. Летом, мае. А здесь февраль и люди практически в нижнем белье бегут в мороз. Дальше эти люди каким-то образом, причем многие из них с прижизненными травмами, у Дубининой распухла нога ужасно, вот эти люди преодолевают полтора километра. Дальше строят там часть из них, кто остался жив, настил. То есть срезают ножом лапы пихт, верхушку березы, аккуратно все это укладывают, потому что части одежды, которые остались и были найдены на настиле, говорят о том, что они похожи на места для четверых. Обустраивают этот настил опять в жутком морозе, да, разводят костер, многие, некоторые трупы будут со следами ожогов из костра, и появится версия, что вот в безумии люди заходили в костер, чтобы согреться, потому что было так холодно. Как они дошли полтора километра с такими травмами, я не понимаю, многие эксперты не понимают. Самое главное, откуда у них были силы этот настил сотворить, тоже непонятно. Мы к этому еще вернемся, потому что есть версия, объясняющая это. Дальше начинается расследование. Прокурор Темляков возбуждает уголовное дело по факту находки трупов 26 февраля. Расследование, значит, поручают прокурору-криминалисту Иванову, и дальше вот развиваются версии. Ну, первая версия, на группу напали охотники Манси, чтобы что? Ну, у группы отнять ничего не было, у нее даже спирта не было, потому что спирт был в дефиците, его спортсменам не выдавали, услышите меня, это тоже будет очень важно, и денег у них никаких с собой нет. Ну, что у них можно отобрать, лыжи и фонарь какой-нибудь, это странно. Допросили Манси, и, в общем, после первых допросов было понятно, что Манси здесь ни при чем. Но Манси сказали про удивительные вещи, что вот в ночь предполагаемой катастрофы они видели гигантские огненные шары. Манси хорошие художники, они эти шары нарисовали. Ну, все подумали, что это какое-то безумие немножко, и как бы версию с шарами забыли, а Манси отпустили. Вторая версия, лагеря же вокруг, беглые каторжане, беглые зэки наткнулись на группу туристов, и группу эту убили, чтобы взять у них съестные припасы, лыжи, одежду, и дальше бежать. Но в соседних зонах никаких побегов не было в эти моменты, соответственно, никаких зэков там быть не могло. Дальше стали появляться совершенно шокирующие факты, как сказали бы на телеканале НТВ, потому что эти вещи совершенно не соотносились друг с другом. Вот тела, которые нашли в мае со сплюснутыми черепами, с отсутствующим языком и частью гортани у девушки, эти травмы были прижизненные, они получили воздействие огромной силы. И эксперт пишет, что такое воздействие огромной силы. Ну это как если бы в человека врезался автомобиль. Откуда там мог автомобиль быть, совершенно непонятно. Дальше почему-то появляется указание сделать экспертизу на наличие радиоактивных частиц. И эту экспертизу делают. На трубах, которые были выше, никакой радиации, никаких следов радиации нет. А на тех, кто внизу ручья, частично загрязнена одежда. Причем, видимо, она загрязнена была еще больше. Я сейчас не буду спекулировать цифрами. Ну, условно говоря, вот когда экспертиза была сделана, там был один уровень внешнего загрязнения одежды. Но, видимо, он был еще выше, потому что трупы лежали в ручье. И вода все это дело промывала. Откуда там радиация? Непонятно. И дальше следователи уже в наши дни будут говорить, что всех, кто прикасался к телам, всех чуть ли не спиртом протирали. Зачем нас протирали спиртом, мы не знали. Но теперь мы знаем в современной жизни, что, в общем, таким образом пытались обезвредить либо действия химикатов, либо действия радиации. Врали ли следователи? Или, может быть, уже они старые люди были и придумали это? Или что-то, может быть, они не помнили? Я не знаю. И никто этого не знает. Но, тем не менее, такие свидетельства есть. И, собственно говоря, данные экспертизы изъяты из уголовного дела потом. Изъяты не в смысле украден, а изъяты с пометкой, как не имеющие отношения к делу. То есть, все-таки радиационный фон был. Есть этому объяснение, что один из тех туристов, чье тело было найдено внизу у ручья, он работал на радиоактивном производстве. А там в октябре была утечка. И, возможно, эта вот утечка, это вот как раз она осталась на одежде. Но эта версия, конечно, не выдерживает никакой критики. В общем, следы радиоактивных веществ, бета-частиц, как писали профессионалы, они там присутствовали. В середине апреля пришла экспертиза по палатке. Вот буквально написано там следующее. В туристической палатке группы Дятлова на правом скосе полотна, образующего крышу, три повреждения. Длиной 32, 89 и 42 сантиметра. Возникли как результат воздействия каким-то острым оружием. Ножом. То есть, являются разрезами. Все указанные разрезы нанесены с внутренней стороны из палатки. Печать, подпись, эксперт, старший научный сотрудник Чуркина. То есть, люди услышали что-то, снежную лавину, разрезали изнутри палатку и убежали. И 28 мая дело прекращается. Выводы следствия такие. Палатка оставлена внезапно, поэтому ножевые порезы. Люди выбегали, в чем мать родила, потому что услышали, как идет лавина. Идет лавина, так называемая снежная доска сошла. Почему она сошла? Потому что дятловцы, когда устанавливали палатку, они подсекли часть снега. И вот это нарушило, значит, снежную плиту, которая на них сошла. Ее, значит, услышали и убежали, в чем мать родила, потому что в палатке было оставаться небезопасно. Они побежали вниз, трое из сбежавших получили тяжелые, тяжелейшие, я бы сказал, травмы. Потом они решили вернуться обратно к палатке, но палатку эту уже не нашли и замерзли. А те, кто не замерз, пытались развести костер на берегу ручья, соорудили этот настил. Но все равно жизнью это не спасло. И они погибли. Вскрытие показало, что погибшие все умерли спустя 6-8 часов после того момента, как они покинули, собственно говоря, палатку. Вопрос с тремя людьми, которые получили серьезные травмы. Вот эксперт возрожденный пишет, что такие травмы, пишет тогда, еще в 59-м году, такие травмы могли возникнуть сопоставимо с ударами автомобиля или воздушной взрывной волной. Ну, эти данные судмедэксперта следователи игнорят и пишут, что да, стихия, лавина. Действительно, люди выбежали из палатки, полтора километра пробежали, потом пытались вернуться обратно и замерзли. Несчастный случай и дело закрывается. Что нам пишет экспертиза? Это довольно четко отражено в документах уголовного дела. Значит, первые два трупа, Дорошенко и Кривонищенко, лежат на некотором расстоянии друг от друга, рядом с остатками небольшого костра, который ушел в снег. Оба тела раздеты до нижнего белья. Дорошенко лежит на животе, под ним разломанный сук или части дерева. Кривонищенко лежит на спине, вокруг тел были разбросаны всякие мелкие вещи. При этом зафиксировано, у Дорошенко обожжена стопа и волосы на правом виске, у Кривонищенко ожог левой голени. Впоследствии будут говорить, что люди в безумии стояли в костре, чтобы греться. На самом кедре на высоте 4,5 метра были обломаны ветки, часть из них лежала вокруг тел. Один из поисковиков в этот же момент пишет, что, суть по всему, в районе кедра было не два человека, а больше, потому что проведена титаническая работа по заготовке лапника. Об этом свидетельствуют зарубки и, значит, срубленные ветки на свалах этих деревьев. Дальше нашли Игоря Дятлова. Он был занесен снегом, пол лежал на спине, на нем были лыжные брюки, кальсоны, свитер, ковбойка и меховая безрукавка. На правой ноге носок шерстяной, на левой хлопчатобумажный. Дальше находят Зину Калмогорову. Она тепло одета, но без обуви. На лице признаки кровотечения износа. Все в динамических позах. И дальше эксперты пишут, что динамические позы не характерны для замерзающих. У Дорошенко и Калмогоровой обнаружили пену в уголках рта со следами крови. И, собственно, следователь Иванов потом отметит, что такие вещи характерны при отравлениях. Дальше, 5 марта, находят труп Рустема Слободина. Он был одет довольно тепло. При этом на правой ноге был валенок надетый на 4 пары носков. А второй валенок был наверху в палатке. На лице ледяной нарост. Видно, что человек, ну понятно, человек перед смертью дышал в снег. И также признаки кровотечения износа. На левой руке Слободина часы. На часах 8 часов 45 минут. Часы Дятлова показывают 5 часов 31 минуту. Дальше ведутся поиски, ведутся поиски. И, собственно говоря, вот мы переходим к трупам, которые нашли в мае. Сделали раскоп, который позволил найти на глубине 2,5 метров под снегом настил. Из 14 стволов небольших пихт и одной березы. То есть люди с тяжелыми травмами, пройдя полтора километра, сумели 14 небольших пихт срубить ножом. Окей. На настиле лежал лапник и несколько предметов одежды. По положению этих предметов на настиле обнажились 4 пятна, которые говорят нам о том, что это были посадочные места для 4 человек. Дальше находят тело Людмилы Дубининой. Она застыла, стоя на коленях лицом в склон у водопада ручья. Собственно, у нее нет языка и части гортани. Колеват Фазолотарев лежали в обнимку, грудь к спине у кромки ручья. И ниже всех нашли тело Тибо Бриньоля. И, собственно, у Тибо Бриньоля нашли ужасающую травму. Вот тот самый сплюснутый череп. На трупах в нескольких метрах обнаружена одежда Кривонищенко и Дорошенко. А вся она имела следы ровных срезов, так как снималась уже с трупов ранее замерзших. Дальше эксперт пишет. Осмотр тел показал, что перед смертью и после нее участники экспедиции получили ряд травм. Дальше. Вот здесь уже начинаются неподтвержденные данные. У некоторых отсутствовали глазные яблоки и губы. Почти у всех переломны ребра. У всех обильные внутренние кровоизлияния. Но то, что зафиксировано в экспертизе, у Тибо Бриньоля продавлен череп. И, собственно, у Дубининой нет языка. Я постоянно к этому возвращаюсь, потому что это вещь необъяснимая, честно говоря. Долго будут потом эксперты объяснять, что это вода ручья так вымыла хрящи под язычную кость, и язык сам вывалился. Это будут говорить потом люди, которые занимаются этим профессионально. Я этим профессионально не занимаюсь, но для меня это несколько странно. В частности, констатируя смерть Дубининой, эксперт-врач записал. Смерть наступила в результате воздействия большой силы с последующим падением, броском или ушибом большой силы, ушибом грудной клетки. Что за большая сила, патологоанатом не уточнил. Ну вот, собственно, 28 мая 1959 год, дел закрыто. И в деле написано, что сход лавины, стихии которой наши туристы противостоять не могли и погибли. И все, на этом точка, потому что дальше проходит много-много времени. И вот наступает конец 80-х. Перестройка, и в 89-м году супруги Коськины, которые в настоящее время, по-моему, уже не супруги, они встречаются, им попадает в руки это дело, и они начинают его расследовать. Вот они встречаются с живым тогда еще Борисом Возрожденным, судмедэкспертом. Они встречаются со следователем Каратаевым. Они встречаются с прокурорским работником Львовым Ивановым. И они начинают собирать версии. И вот, собственно, тогда появляются версии, которые ставят все официальное расследование с ног на голову. Следователь прокуратуры Каратаев говорит, что все дело расследовались в обстановке строжайшей секретности. На месте гибели присутствовали высокие чины из КГБ, и, собственно, со всех участников взяли подписку о неразглашении в 25 лет. Не подтвердилось впоследствии, это только две подписки о неразглашении давали следователи. Никакие другие участники поисковых команд такой подписки не давали. Журналисты, которые пытались, значит, тогда заниматься этим делом, им всем сказали, ай-яй-яй, ничего делать не надо. Один из понятых был у Каратаева, это журналист Юрий Яровой. Он сделал первые снимки трупов, и впоследствии архив этот журналист Яровой выкрадывает по версии Каратаева и вообще исчезает из поля зрения. В начале 80-х, когда появляется первый интерес к делу группы Дятлова, этот журналист Яровой, который архив украл по словам Каратаева, гибнет в автокатастрофе вместе с женой. Каратаев рассказывает о том, что Манси, который прекрасно рисовали, рассказали ему про огненные шары. И нарисовали эти огненные шары, некое вытянутое тело, огненное, значит, вокруг него какие-то клубы пламени. Вот Манси нарисовали такие картинки. Дальше судмедэксперты говорят Каратаеву, что вот черепа сплюснуты, что странный характер повреждений и странный цвет кожи. И дальше, во время, когда участников группы Дятлова будут хранить, многие очевидцы будут рассказывать, что у них кирпичный цвет кожи. Кто-то будет называть его кирпичным, кто-то цвета мандариновой кожуры. Якобы для замерзаний такой цвет кожи не характерен, а вот для химических отравлений или ожогов он как раз характерен. Собственно, вот когда экспертиза показала сплюснутые черепа, Каратаев докладывает в комиссию и говорит, что здесь, конечно, никакое не замерзание, а здесь произошло что-то другое. И по его словам, комиссия сказала ему, что люди замерзли. Вот не надо вот этих нам сплюснутых трупов, ничего нам не надо, люди замерзли. И еще одну деталь, опять же, сообщает Каратаев, что все участники вскрытия, непонятно по чьей инструкции, буквально купались в бочках со спиртом, обеззараживаясь непонятно от чего. Ну, в наши дни вам любой химик скажет, что так делают, когда тело соприкасается с сильнейшим ядом или радиоактивными веществами. Тогда об этом никто, конечно, ничего не говорил. В конце 80-х, в начале 90-х появляется главный архивариус, главный исследователь этой истории Юрий Кунцевич, который создает фонд памяти группы Дятлова. Фонд создается за тем, чтобы ходить по архивам и собирать эти документы не как частное лицо, а как организация, с адвокатом, с тем и совсем приличествующим документооборотом. И вот, собственно, Кунцевич, это один из главных, ныне покойный, к сожалению, один из главных рассказчиков всех этих удивительных несостыковок, которые были найдены в деле. Каковы же эти несостыковки? Ну, во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что вот снежная лавина сошла, люди побежали вниз, причем люди, которые получили самые тяжелые травмы, они дошли до ручья и там соорудили этот настил. А люди, которые травмы получили меньше, они просто замерзли наверху. Как же вот эти побитые покалеченные сумели полтора километра пройти по насту, да еще сделать достаточно тяжелые физические работы? Это непонятно. Второй вопрос по палатке. Ее нашли 3 марта. 16 марта ее сделали первичную экспертизу и дальше отдали в криминальную лабораторию Минюста. 3 апреля. Из Минюста, из лаборатории Минюста палатка вернулась 16 апреля. Что за экспертиза проводилась так долго? И вот по версии Кунцевича, скорее всего, там замывали или заметали какие-то следы радиации. Ну, как можно замыть следы радиации, я не знаю, но вот это первый момент, на который обращают внимание. Дальше участники группы, волонтеры, которые занимались поисками, обращают внимание на две странных находки. Первое. В палатке найдена армейская фляжка со следами спирта. Армейская. Юдин, человек, который выжил, который не пошел в эту группу, у которого воспалился всегда лишний нерв, рассказывает впоследствии, что никакого спирта им не выдавали. Ребята все были спортсмены, не пьющие. И никто спирт, тем более в армейской фляжке, не мог туда принести. И вторая находка, это стальной шип. Стальной шип, который был найден у одного из кедров. Стальной шип, это часть обуви, которая делалась для военных. То есть, на этом месте были военные. И действительно, эти военные там были. То есть, о них как-то мало говорилось, а потом о военных стало говорить достаточно много. Группа военных, саперов, которые имеют щупы, для того, чтобы, собственно говоря, вот с помощью щупы несколько тел были найдены. Под руководством подполковника Шестопалова выдвигается 2 марта. Третьего они прибыли, о чем дали в часть радиограмму. 5 марта было найдено тело Слободина. И руководитель гражданской части расследования Масленников дает радиограмму, что Шестопалов может возвращаться. Это 5 число. Шестопалов, однако, вернулся не 5, а 13. То есть, что-то он там вместе с солдатами делал. И свидетельства солдат потом будут в расследовании комсомольской правды, уже сделанном в наши дни. 13 марта он возвращается. 18 марта Шестопалов опять едет из Седова в Ивдель. Зачем? Непонятно. 31 марта у него снова командировка. Причем на месяц, по 30 апреля, его командировали в Ивдель. 31 марта с перевала от старшего лейтенанта Айвинбурга в 9.30 утра была направлена радиограмма. 31 марта, 04 утра, в юго-восточном направлении Дневальный Мещеряков заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось на нас, скрывшись затем за высотой 880. Перед тем, как скрыться за горизонтом, из центра кольца появилась звезда, которая постепенно увеличивалась до размера Луны. Стала падать вниз, отделяясь от кольца. Необычное явление наблюдал весь личный состав, поднятый по тревоге. Просим объяснить это явление и его безопасность, так как в наших условиях это производит тревожное впечатление. Больше ничего не говорится, как объяснили эту звезду, этот огненный шар. Но, тем не менее, вот на месяц Шестопалов опять был командирован. И вернулся у нас в апреле 30 числа. Дальше, то есть, эти огненные шары, почему многие говорят о том, что группу Дятлова убило НЛО? Вот эти огненные шары, это были, значит, НЛО, которые там садились. И действительно, и манси, и военные, и очевидцы наблюдали огненные шары в том районе. То есть, они присутствуют, какое они имеют отношение, имеют ли они вообще отношение к группе Дятлова, непонятно. Но, вот теперь мы переходим к вещам, которые никакими НЛОшниками и экстрасенсами вообще не нуждаются в объяснении. Я, как вам уже сказал, советские люди, они были хорошими бюрократами. И все описали очень четко. Так вот, я вам изначально сказал, что уголовное дело возбуждено 26 февраля. То есть, по факту пропажи группы. Однако, если вы уголовное дело, эту вот обложку возьмете, там стоит удивительная дата. Уголовное дело заведено 6 февраля. Объяснение здесь какое может быть? Ведь никто еще не знал, что они убиты, и, более того, никто не знал, что они пропали. Но вот объяснение существует, что это описались просто следователи. Ну, я в описке советских следователей на лицевой стороне уголовного дела верю мало. И, в общем, много экспертов тоже в это не верят. Дальше существует еще одна удивительная вещь. Тюменский писатель архивов в наши дни работает с архивом следователя Каратаева. И в архиве следователя Каратаева обнаруживается письмо от Тимпалова, который прокурорский работник, который возбудил это дело. Письмо следующего содержания. Значит, Тимпалов пишет. «По факту смерти туристов вызван и улетаю на 2-3 дня в Свердловск». И дальше инструкцию он дает Каратаеву, что в его отсутствии надо сделать. Это обычная, как бы, деловая переписка. Пишет он это письмо 15 февраля. «По факту смерти туристов вызван и улетаю в Свердловск». А как он вызван по факту смерти? А в «Факте смерти» же вообще еще ничего не известно. Еще первых тел не найдено. Ну, вот такое письмо существует. Наверное, опять опечатка? Непонятно. Но, тем не менее, вот эта опечатка существует. Следующая загадка. Это Семен Золотарев. Человек, который по паспорту Семен Золотарев представляет всем, как Александр. В биографии у него куча странностей и несоответствий. И знавшие его люди подозревали в том, что он секретный агент или агент под прикрытием КГБ СССР. И вот якобы версия следующая. Что Золотарев, во-первых, он в эту группу не должен был идти. Включен был туда последним. Был самым старшим из всех участников. И говорил о том, что вот мы вернемся. И мы вернемся к такими новостями, которые весь мир перевернут. Существует версия, домысел, опять же, что Семен Золотарев, он же Александр Золотарев, вместе с Колеватовым и, возможно, Кривонищенко, разыграли следующую историю. Кривонищенко или Колеватов разыгрывал из себя антисоветски настроенного молодого человека. Был завербован ЦРУшниками. И вот эта группа шла, чтобы передать ЦРУшникам какую-то дезинформацию. А Золотарев контролировал эту передачу, этой дезинформации. Но что-то случилось, ЦРУшники их раскрыли. Там случилась потасовка. И в результате этого группа погибла. Это первая версия. Вторая версия. На теле Золотарева были обнаружены татуировки. Татуировки странные. На одной части тела, на одном предплечье была изображена свекла и буква С. А на левом предплечье татуировка с изображением ГС и надписью ДАЕРМУМУУЗААЯ. Пятьконечная звезда и буквы С. И цифры 1921 год. Эти татуировки трактуются как имеющие отношение к криминальному миру. Якобы Золотарев затесался в эту группу, потому что имел отношение к уголовникам. И там был беглый зэк, с которым они должны были встретиться и какие-то там свои дела порешать. Но в результате возникла потасовка и беглые зэки всю группу погубили. Но опять же никаких побегов в тот момент зафиксировано не было. И наконец самое важное в истории Семена или же Александра Золотарева. Он был работал учителем физкультуры. И его помнят многие ученики. И он часто в зале был раздетый по пояс. Никаких татуировок у него не было. Особенно никто не помнит татуировку на тыле правой кисти у основания большого пальца надпись Гена. Этого у него точно не было. Из чего возникла версия, что на столе перед судмедэкспертами лежал вообще непонятно кто, а не Золотарев. Ну и дальше эту версию добивают тем, что тела Золотарева и Кривонищенко были похоронены отдельно от остальных ребят на участке кладбища для сотрудников КГБ. Ну я честно говоря никогда не слышал, что есть какие-то специальные участки кладбища для сотрудников КГБ. Потому что там же еще есть версия, что у Кривонищенко были родственники какие-то влиятельные, которые хотели отдельный памятник ему сделать и так далее и тому подобное. Ну в общем версия того, что это была провокация ЦРУшников, которая не получилась, существует. Ну и наконец версия, которая в наши дни активно муссируется, это версия техногенной катастрофы. Ну про инопланетян мы с вами поговорили, инопланетян мы всерьез принимать не будем. Ну вот ракета, ракета Р-7, пускали эти ракеты из различных шахт, не только с Байконура, Плесец их тогда еще построен не было. Вот траектория, по которой летела эта ракета на полигон в точку своего конечного приземления, как раз пролегала якобы над тем участком, где была в ту злосчастную ночь группа Дятлова. Что произошло? Опять же у Золотарева был фотоаппарат, который нашли и там на последнем фото есть вспышка, которую вот принимают от тот самый огненный шар, о котором говорили Манси. Якобы он через брезент палатки увидел вспышку, сфотографировал ее, выбежал, чтобы сделать фотографию. В этот момент произошла какая-то катастрофа, у ракеты упала ступень или ракета сама частично упала и вылилось топливо. Ребята, которые были в палатке, это услышали, побежали, но взрывной волной, воздушной волной их смело вниз, нанесло им ужасные увечья, и таким образом они погибли. Вот такая случайная катастрофа ракеты во время испытаний, она привела к такой трагедии. Собственно говоря, специалисты военные говорят, что ни с Байконура, ни откуда еще, никакие ракеты в тот момент не запускались. Более того, если говорить о ядерных испытаниях, у нас тогда действовал мораторий, который мы вместе с американцами подписали, быть этого не могло. Вот такие версии. Манси отпали, уголовники отпали, подрались из-за девушки. Потасовка внутри группы, не было никаких следов борьбы найдено, отпадает эта версия. Ракета, которая всех облила топливом, отсюда кирпичный цвет кожи, отсюда пена кровавая на губах, явное отравление. Не подтверждается никакими пусками. Но тем не менее, я вам сказал о Юрии Кунцевиче, который вот создал этот фонд памяти Дятлова. Он лавину, исход снежной доски ставит под сомнение с самого начала. У него огромная коллекция предметов, найденных на этом месте. Именно он говорил про военную фляжку и стальные шипы, которые там были найдены. И дневники оставшиеся. Тоже передан в его архив. И, собственно, во всех эфирах, которые я видел, куда он ходил, он везде аккуратно ставил под сомнение версию снежной лавины. Но на какой же версии настаивал он? Я вам уже сказал, что у меня вызывает вопросы в этом деле. Ну, можно сказать, все, но самое главное, люди бегут с верхней точки, с перевала в метель, в шторм, при сходе лавины. Они бегут вниз полтора километра. И самые жестко покалеченные добегают дальше всех. Срезают одежду с замерзших, разводят костер, делают настил из 14 пихт, находясь в крайне плохо одетыми. В состоянии вот этого мороза и ледяного шторма. Мне это кажется сомнительным. И, собственно говоря, Кунцевичу это кажется сомнительным. И он говорил следующее, что вот этот настил, который в мае нашли позднее, это и было местом палатки. Объяснение очень простое. Это действительно самое удобное место для того, чтобы поставить палатку. И Дятлов это знал. Поставили палатку в лесу, ручья, лес, как естественная защита. Поднялись на сопку, поднялись на перевал. И оттуда по своей же лыжне спустились и спокойно заночевали. И Дятлов это знал. И так это и было сделано. Но потом произошло нечто, в результате чего группа погибла. И вот это нечто это какая-то техногенная катастрофа. И дальше я нашел очень интересную запись. Я вам ее оставляю внизу ссылочкой на ютубе. Кунцевич пришел в эфир программы «Пусть говорят» Малахова. И вот там запись не вошедшая в эфир, которая снята где-то сбоку. Он с листом бумаги объясняет коллеге, с которым, видимо, они только вышли из эфира или только туда пойдут, что, по его мнению, произошло. И рисует он там следующее, что вот это место с лапником и с настилом, это была палатка изначально. И действительно группа там обосновалась. Дальше произошла какая-то катастрофа. И группа в результате этой катастрофы погибла. После этого о катастрофе узнали военные, которые на вертолет туда прилетели. Он говорит о том, что наверху, куда мог сесть вертолет на перевале, там очевидцы, поисковики говорят о том, что там был след от винта. То есть, ну вот винт разбросал снег таким образом, что было видно, что здесь вертолет садился. Приехали военные, чтобы искать свою разбившуюся ракету или что там у них разбилось. Нашли эту группу. Ну а что же с этой группой делать? Они же там все, бог знает, с какими травмами. Они явные свидетели. И эту группу взяли, подняли на вертолеты, поставили наверху эту палатку. И потом эти трупы, значит, после экспертизы с вертолетов сбросились в снег в разных, значит, участках. Что типа того, вот они так от лавины погибли, спускаясь из палатки. То есть, все это сфальсифицировано. А вот тот вот настил внизу уручает и есть истинное место палатки. Юдин, который не пошел с ними в поход. Есть такое видео, 100 вопросов Юдину. Он говорит, что ему прокурор Иванов, который впоследствии в 90-х говорил, что версия лавины неправдоподобна, там были НЛО. До этого он говорил про ракету, потом начал говорить про НЛО. Так вот, ему, значит, Иванов говорил, ты, Юрка, был бы в 10-м, бог тебя отнес. Тебя бы тоже зачистили. Я потом вам расскажу, что там было на самом деле, сейчас не время. Вот типа Юдину Иванов такие фразы говорил. И появилась версия о том, что группа Дятлова была свидетелем какой-то техногенной катастрофы или какого-то испытания. И, собственно говоря, и эту группу, часть из нее погибла, а часть зачистили как нежелательных свидетелей. Причем Кунцевич в разных эфирах говорил о том, что там был полигон, и на этом полигоне работали зэки, которые, в общем, должны были исполнять роль нечто среднее. Между охраной этого полигона, чтобы туда лишние не заходили какие-то люди из нее, и подопытными кроликами. И когда они увидели эту группу, они эту группу и порешили. Потом приехали солдаты, и место преступления зачистили. Вот эта запись, послушайте, о чем говорит Кунцевич. Так это или не так, непонятно. Но вот опять, да, мне как гражданскому человеку путь группы, которая прошла вниз полтора метра с тяжелыми ранениями, потом не нашла палатку, не нашла путь наверх, и соорудила себе внизу настил, соорудила костер. Мне в это не очень верится, что там такое произошло. В любом случае, было что-то, что явно людей заставило из этой палатки бежать. Опять же, если эта палатка действительно была установлена на склоне, а не была установлена внизу. Кунцевич еще раз говорит о фонарике, которые там нашли флягу, шип и китайский фонарик, который лежал, значит, у палатки этих туристов наверху. Фонарик нашел волонтер, включил его, и фонарик заработал. Если бы он столько времени пролезал в снегу, батарейки бы отсырели, никаким образом фонарик китайского производства не зажегся бы. То есть, это был фонарик, который оставила другая группа, нашедшие тела раньше. И тогда туда, в эту версию падает, что почему дело открыто 6 февраля, почему один в следах пишет другому, что я еду расследовать дело погибших туристов, пишет 15 числа, когда еще никого не нашли и не искали. Тогда в эту версию все аккуратно ложится, что действительно сразу узнали, что они погибли, и дальше следы замели. Так ли это или не так, мы этого не узнаем. Более того, уже у Кунцевича ничего спросить не получится. Удивительная история. Он был главным вот этим исследователем темы группы Дятлова. И постоянно его адвокаты, он сам, обращались в Следственный комитет. В 2015 году поручение Следственный комитет дал изучить дело. Потом в 2018 генпрокуратура опять проверяла это уголовное дело. И вот в июле 2020 года вывод генпрокуратуры, что это лавина, и люди убежали от лавины и не смогли вернуться. И, собственно говоря, адвокат фонда памяти группы Дятлова, Черноусов, он говорил о аварии техногенного характера. Отсюда, собственно, радиация на одежде некоторых членов группы Дятлова. И все, в общем, складывается вроде бы в эту техногенную катастрофу. По поводу техногенной катастрофы еще одно свидетельство. Уже в расследовании Комсомольской правды. Они взяли интервью человека, которого зовут Хамза Синюкаев, и он служил в тот момент в армии, и он находился на перевале той самой команды саперов, которая приехала искать трупы. И он тоже говорил о том, что мы все видели эти огненные шары, о чем, собственно, есть радиограмма, которую я вам сегодня привел. То есть, какие-то огненные шары там были, все о них говорят. Ну, вот что это за шары? Убили ли они группы, они стали следствием смерти группы, мы не узнаем. И, собственно говоря, уже и у Кунцевича ничего мы не спросим, потому что он впоследствии очень часто ходил на перевал Дятлова. И вот в августе 21-го года он в очередной раз пошел на этот перевал и не дошел до него, почувствовал себя плохо. И говорит, это был август лет, он говорит, я вернусь, потому что я не дойду. Он вернулся и дальше он умер от ковида. То есть, человек, который большую часть своей жизни связал с исследованием тайны перевала Дятлова, как Юдин некогда, не пошел в последний поход, но, тем не менее, ковид его достиг. Здесь никакой мистики я не вижу, потому что, ну, в общем, ковидную историю мы все с вами хорошо помним. Вот такая вот сага, не побоюсь этого слова, о группе Дятлова. В ней огромное количество непонятных вещей, огромное количество несостыковок, пропавших документов, противоречивших друг другу свидетельств. Но самое главное, вот эти описки в советских делах. Дело уголовное, которое началось 6 февраля, это просто по ошибке цифру 6 написали, и написали 6 февраля. На самом деле, 6 марта его возбудили. В эти вещи, конечно, я не очень верю. То есть, что-то там явно не так. Но что там произошло, уже если за 30 лет никто правды не сказал, то, может быть, ее и не существует, и действительно каким-то вот таким образом убило их лавина. И действительно, несчастные люди добрели полтора километра, порезали лапник, пытались там какие-то последние попытки грели друг друга спиной к спине, и потом лавина дошла до них, и они погибли. Может быть, действительно так оно и есть. Есть версия швейцарских исследований, которые полностью смоделировали компьютерную картину схода лавины, и действительно доказали, что это сход снежной доски, и вот таким образом он людей уничтожил. Ну, нам остается с вами только принять этого внимания. Кто-то будет верить в эту версию, кто-то в ту версию, но тем не менее, это одна из таких вот тайных загадок советской истории. Спасибо, что смотрите уроки истории. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok